Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика Величество Кухни. Ракурс опять меня не видно, но надеюсь меня хорошо слышно. Бывает такая ситуация, что купили много морской рыбы или в семье рыбаков. Периодически возникает тема как приготовить рыбу впрок, чтобы потом не возиться. Я вам покажу сейчас заготовку. Рыба в томате. Консервированной рыбе покупной ничуть не уступает. Единственное во избежание того, что вы пометуете о том, что это рыбные и это касается и мясных консервов, лучше конечно их потом хранить в прохладе. Но как говорится береженого Бог бережет. Что необходимо для создания этой консервы. Но самая рыба. Рыба жарится традиционным образом. Здесь сейчас пожарен хек. С таким же успехом я это делала из карпа. Каким образом жарится рыба? Панируется обязательно в муке. Это важно, потому что когда вы потом зальете консервы, тем более когда откройте, у вас соус будет густенький. И густоту ему придаст мука, которая прилипла на рыбу перед жаркой. Естественно, вы еще слегка подсолите рыбу. Так что ничего от традиционной жарки не отличается. Переставляем емкость номер два. Откуда взялось эту? Когда вы поджарите рыбу, следите за тем, чтобы не было черного нагара. Поэтому жарим на среднем огне. На каждую предполагаемую банку консервы вам потребуется одна большая луковица. Вот здесь у меня 4 крупные луковицы, порезанные полукольцом. И как только я извлекла кусочки рыбы, я забросила туда лук. Огонь уменьшила. Меньше среднего. Для чего? Для того, чтобы все, что подгорело к сковородке, отошло. Это все-таки рыбный сок, за него боремся. При таком огне лук за счет своей влаги делает этот процесс достаточно быстро. Помимо этого к луку было добавлено 3 столовые ложки с горкой сахара. Вот. И щепотка соли. Так произвольно. Каждый ингредиент должен быть слегка подсолен, иначе у вас консерва будет пресная. Дополнительно еще были добавлены универсальные специи, в которых присутствует кориандр. Вы берете любую, в которой есть кориандр. необыкновенно подходит к рыбе в том числе. И так вот в результате тушения лук не надо ему ничего делать. Дайте ему возможность стать мягким, отпарить рыбный сок. В результате у вас получится вот такая заготовка, в которой помимо лука есть еще и жидкость. Вот. Это луковый сок. То, что нам необходимо. Теперь третий ингредиент, о котором нам с вами следует поговорить. Это заливка. Я произвольно взяла полтора литра томатного сока. Он у меня был. Можно брать полтора литра, допустим, воды и добавлять туда три столовые ложки пасты хорошей. Перемешать и то же самое получите. Но я люблю еще и к соку. Для того, чтобы все-таки томатный вариант был наиболее насыщен. Добавлять еще томатную пасту. Вот у вас на глазах вот такую громадную ложку с первичной горкой я сейчас добавила. Здесь понятное дело, что у нас с вами сок можно сказать первозданный, даже слабопособенный. Поэтому мы сейчас сюда добавляем примерно... У меня десертная ложка, поэтому я вот таким вот образом, почти полную без горки добавляю. У столовой пол столовой ложки минимум соли. На то, что мы в лук добавляли сахар, уже внимания сейчас не обращаем. Консерва должна быть пряная, кисло-сладко-соленая. Вы же помните, какая приятная заправка у томатной подливки, у готовых консерв. Вот что-то подобное мы сейчас сделаем. Минимум. Это сейчас у меня десертная. Я положила 2-1,5 столовые ложки сахара. Обязательно добавляем сюда добавляем еще пряности. Те, которые вы добавляли в лук. По желанию. Теперь это дело все замешиваем. У нас же ведь с вами по большому счету нам необходимо просто создать заливку. Вот ее мы и создали. Здесь могут быть и специи для рыбы. Подливка, естественно, холодная. Если вы ее создаете на воде, берете обыкновенную кипяченую, охлажденную воду или комнатной температуры, этого вполне достаточно. Сейчас энергично перемешиваем. С таким расчетом, чтобы у нас с вами явно не хрустели кристаллы соли и сахара и все было равномерно смешано. Потому что подливка будет попадать в разные банки. Мы не должны допустить, что в одной солоней, а в другой, например, менее соленой. Но я считаю, достаточно. Откладываем. Теперь собираем нашу консерву. Первонаперво нам потребуется поварешка. Для чего нам нужна поварешка? Для начала наливаем. Я вот так поставлю. Надеюсь, вам видно. Уж не знаю, куда поставить, чтобы виднее было. Банки у нас хорошо помыты, но мы их не стерилизовали. Стерилизация консервы у нас с вами пройдет в духовке. Все вместе простерилизуется. Вот так вот. Немного наливаем соуса на дно. Теперь забрасываем туда рыбу. Я рыбные консервы рекомендую вам делать в полулитровой таре от силы в 700 граммовый. Во-первых, такую удобность есть. Это примерно, конечно, побольше, чем попадает в обычную консервную банку. Но, тем не менее, в большей емкости рыбы не стоит закрывать, потому что прогревается она достаточно проблематично. А зачем нам эти проблемы? Ну и, соответственно, под конец мы с вами вот так вот щедро закладываем лук. Можно лук положить на дно, следом за подливкой. Следующую банку я вам покажу, как это делается. Теперь самое главное. У вас банка не должна быть полупустой, поэтому внимательнейшим образом заливаем наш соус и при помощи ложки, теперь уже ее тыльной части, вот этой узкой, немножечко проталкиваем ее до дна и даем соусу проникнуть с таким расшитом, чтобы у нас нигде с вами не было пустоты, не заполненной соусом. Это очень важно. Вот таким образом соус проникает. Как наполнять? Ну, как вы понимаете, у меня под завязку, что называется. Я вам могу сказать, что ни один, кто готовил домашние консервы, не избежал эффекта выхождения сока на лист, на котором стоит банка в духовке. Но это же, естественно, по закону физики холодный продукт выглядит вот так, горячий, начинает пузыриться, увеличится в объеме и, соответственно, это может частично попадать на лист. Но это, это нормально. Хотите на лист еще дополнительно поставьте фольгу, для того, чтобы его потом не отдраивать. Ну и все, теперь отодвигаем нашу банку. Я вас еще на глазах одну заполню и остальное сделаю за кадром, потому что все будет идентично. Поварешка нашего соуса. В эту банку, как вариант, лук кладу на дно. Сколько положить, по желанию, дорогие мои друзья, лук, консерву эту не портит. Дальше укладываем рыбу. Сколько примет банка. Потихонечку, конечно, стараемся ложкой себе помогать. Для того, чтобы укладка была, как-никак, все-таки более плотная. Мы же не соус тут закрываем, а рыбу. Вот таким вот образом укладываем. Проверяем, как я вам показывала, состояние соуса в вашей банке. Ну, хочется побольше, но мера должна все-таки быть. Вот. И доливаем сверху соус. Все зависит, дорогие мои друзья, от количества рыбы. Вот все эти присутствие лука, объем заливки. Я все делаю на глаз и произвольно. Поверьте мне, у меня здесь никаких. Если видите, что переборщили, лучше вот так отлить. Потому что во время стерилизации это создаст вам проблемы. Ну что ж, я заполняю банки, потом покажу, что я буду делать. Итак, дорогие мои друзья, вот что у меня получилось. Значит, это делалось у вас на глазах, что с вот этим продуктом. Здесь рыбы хватило только до половины. Но у меня оставался лук и у меня оставался соус. Поэтому я разницу заполнила. Вот эта подливка тоже весьма интересная вещь, особенно если с пюрешкой употребить. Так что можете выходить таким образом из положения. У нас было примерно 5 небольших хеков. Ну, средних таких ближе к небольшим. 3 кусочка съели. За вычетом из съеденных кусочков 2 туго набитые пол-литровые банки и 1 неполная 700 граммовая. Вот примерно выход. Соответственно, соус остался. Но это не проблема, потому что надо с чем-то сварить борщ, затушить капусту. Так что это небольшая потеря. Что делаем дальше? Устанавливаем банки на лист. Вот такой вот обычный лист. У мопсов нервы. Рыба все-таки. Это надо было. Значит так. Теперь накрываем крышки. Крышки не по размеру ничего. Лишь бы они только накрыли. Видите, о каком размере идет речь. Как она уже в 3 раза больше. Но мне сейчас надо отправить на прогревание банки. Ставим в холодную духовку. Выставляем 160 градусов. Вот. И на час про наши банки забываем. Конечный результат я вам покажу. Так вот, конечный результат. Могу вам сказать, что для вас сигнал тому, что уже пора поглядывать чаще на тушенку, является, когда сок начнет вытекать явно на лист, появятся шипения. Это сигнал тому, что в банке содержимое хорошо прогрето. С этого момента засекайте дополнительно еще минут 15. Ну, в общем, могу сказать, что час 15, час 20. Самое оно для того, чтобы прогреть эту консерву. Что делаем сейчас? Очень горячо. Вот. Одеваем крышку. Обращаю внимание, работаем только с сухими полотенцами. Категорически только с сухими полотенцами. Иначе банки могут разлететься у вас на глазах. Теперь это одеваем. С сухим полотенцем продолжаем закручивать. Третья банка у нас не под завертку, а обычная. Мы ее закатываем за кадром. Значит, смотрите, дорогие мои друзья, чем хороша консерва. Она сейчас остынет. На эти черные круги не обращайте внимания, это снято с листа. И эти круги подтверждают, что сок вытекал. Вот. Здесь содержимое хорошо прогрето. Без этого, к сожалению, домашние консервы невозможно сделать. Это не так страшно. Это даже нормально показывает, что процесс шел достойно. Теперь, вот эти банки свои из-под горошков и прочих консервов сохраняйте. Милейшее дело, эти крышки многоразовые. Эта посуда вас неоднократно выручит. Ну что ж, вот вам, пожалуйста, рыба в томате. Государственный не уступит. Ну и, конечно же, это для того, чтобы не хранить по 25 лет, а просто один раз отмучившись, сделать себе заготовку на каждый день на ужин с пюре и прочим. Очень даже весьма подходящий. Итак, рыба в томате. Надеюсь, что вы все-таки сделаете. Не так сложно. Больше разговаривали, чем было процесс. С вами была Елена. Дорогие друзья, важная информация для нашего обоюдного, комфортного общения. Если вам нравится то, что вы видите, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Тогда вы первыми узнаете о новых видео. И важная информация для нашего обоюдного общения.